всем привет вот кажется я уже излечил насморк но не факт по моему еще нет все таки зима холодная и неприятно белая гадость лежит за окном или под окном по-разному витя пел эту песню и дэвида боуви мы полюбили с ним одновременно неожиданный переход неожиданный переход белая гадость лежит за окном да ну вот навевает воспоминания это самая белая гадость и вспоминаю я как мы году не помню даже в каком впервые увидели по телевизору дэвида боуи по телевизору в смысле с использованием видео магнитофона это было в москве у саши лепницкого покойного нашего друга в гостях мы смотрели там фильм героя рок-н-ролла там естественно присутствовал дэвид боуи пел зиги стардест почти целиком на самом деле не целиком так кусочками и ведь был совершенно очарован боуи хотя музыку его слышал уже значительно раньше и знал хорошо и любил и нравилось ему то как дэвид боуи поет то как он сочиняет аранжировки музыка сама по себе вся в целом любили мы очень я до сих пор люблю дэвида боуи и кажется первая пластинка с которой мы начали знакомство с музыкой боуи это вот это вот этот дэвид лайф ты ждет от 74 год двойной альбом довольно странный 7 4 он вышел услышали моего где-то 78 на 79 где-то вот так вот и сначала ничего не поняли что это такое но было жутко интересно по музыке имею ввиду и стали слушать погружаться пластинка это было у меня уже в коллекции я его на толчке наменял на что-то не помню на что и большинство моих друзей не врубались совершенно эту музыку один наш товарищ называл его английским иосифом кобзоном но в этом ничего плохого нет тоже но тем не менее а виктор въехал мгновенно дэвида боуи и я подтащился тоже за ним тем более круг общения у нас рос с одной стороны появился майк на уминка который обожал дэвида боуи и всячески пропагандировал эту музыку с другой стороны борис гребенщиков который тоже говорил что вы что ну что боури того бога ну и мы подсели уже без относительно майка и бориса а сами по себе полюбили эту музыку и как я уже сказал до сих пор я обожаю все альбомы дэвида боуи одни больше другие меньше но тем не менее мне нравятся они все тем плюс к тому что они они же все совершенно разные поэтому трудно выбрать какой-то лучший не лучшие больше нравится меньше нравится они все жутко интересные совершенно так вот 74 год это большой американский тур дэвида боуи в зале tower в филадельфии тур состоял из двух частей я кстати говоря не про эту пластинку говорить это к тому стоит 74 год тур после выхода альбома diamond dogs и собственно туры был посвящен рекламе не рекламе но знакомством с материалом пластинки diamond dogs тур состоял из двух частей и в перерыве между этими двумя частями сначала перед началом первой части тура потом в промежутке между первой и второй частями потом после окончания второй части дэвид записал пластинку которая нас реально свела с ума с виктором робертовичем меня их две одна оригинальная настоящая вторая тоже настоящая но уже переиздание ремонтированная звучит очень хорошо кстати говорят к разговору о новоделах староделах ремонтированные виниловые пластинки звучат зачастую очень хорошо просто одно удовольствие слушать виниловые версии вот эти вышла львом семьдесят пятом году естественно потому что писали его всеми четвертом довольно с одной стороны быстро когда я висконте потому что практически основные треки основные не люблю это слово треки но в данном случае треки это это треки это не трек не равно песня это разные это разные вещи вообще-то так на самом деле если говорить в общем основной материал был записан практически в живую и музыканты хотели под руководством дэвида боуи естественно хотели отначить вот записать так от начала до конца прямо вот песня полная группа с вокалом одновременно поющимся дэвидом боуи в камере отдельный с микрофоном чтобы все живяком таким было ну а потом уже с этим живяком по треково работать что-то до добавлять что-то убирать что-то там переделывать но тем не менее абсолютно живая запись тони висконте продюсер говорил что этот альбом на 85 процентов живое исполнение ну а 15 процентов уже студийные доработки мы писали в несколько приемов как я уже говорил в трех студиях разных в частности в студии начинали они в сигма сигма студия потом перебрались в нью-йорк в рекорд-плант где боуи встретился с джоном ленноном который в соседнем помещении записывал свой альбом рок-н-ролл они уже были знакомы они не были друзьями но были знакомы но тут уже подружились очень крепко и к чему это приведет привело я расскажу чуть позже а пластинка это она настолько хороша настолько выделяется из всего что записал дэвид боуи выделяется в первую очередь тем что здесь нет никакой концепции никаких экспериментов никакого поиска никаких закидываний в будущее и взглядов в прошлое ничего подобного это просто кайфовые песни близко очень к стилю soul исполнена я не скажу что это прямо соул альбом такой но это очень близко к соул и дэвид записал пластинку музыки которую он очень любил он очень любил джеймса брауна любил вообще соул во всех его проявлениях в хороших проявлениях то точнее и решил записать просто вот такую музыку и получилось и получилось но за соул убраться белому англичанину до мозга костей англичанину дэвиду боу и даже я бы сказал англичану так чтобы не просто англичанин а англичан настоящий тощий белый высокомерный достаточно но при этом с юмором при этом контактный очень интересный живой парень который в ту пору еще употреблял различные препараты в виде порошка белого не буду называть его в эфире потому что я не знаю можно или нет мы браться за соул это такое такой замах замах на рубль а удар получился не на копейку на червонец никто не ожидал что белый парень справится с этой музыкой и в частности вокальная группа кота ну какой сол без бэк вокала до хорошего и вокальная группа черная сначала сомневалась и на недоумевал это в одном из бесчисленных фильмов документальных а дэвиде головы увидел интервью с барышней которая пела там бэки она говорила что пришел вот этот тощий бледнолицый парень и мы все так ну пришел деньги платят споем что-нибудь а парень при принес ноты показал что нужно петь как петь сам начал петь и и все одурили просто вот это да вот это артист ну и спели все получилось как я уже говорил песни одна лучше другой ни одной проходной песни нет настолько как-то свободно все это исполнено с любовью с любовью к этой музыки к этому кайфу соул музыки к солнцу к свету к радости жизни просто все здесь читается ну первая песня young americans никогда не забуду как мы с виктором робертовичем цоем в 6 утра вышли на балкон моего купчинского дома моей купчинской пятиэтажки светило солнце было лето играла радио люксембург из приемника и звучала песня young americans и мы курили беломор стояли 6 утра young americans просто красота это воспоминание на всю жизнь у меня невероятно красивая песня невероятно рассвингованная легкая летящая с прекрасным саксофоном с удивительной гитарой карлса аламара который познакомился с дэвидом боу в нью-йорке до этого он вообще не знал кто такой дэвид боу карлс аламар я имею виду замечательный черный гитарист но познакомились мгновенно подружились и мгновенно аламар решил работать с дэвидом боу и работал больше десяти лет с ним так сложилось он же привел на его роджерса прекрасного гитариста который тоже работал с дэвидом боу и писал ключевые рифы в нескольких песнях боу и уже потом впоследствии ну здесь все а он же привел кстати барабанщика из группы с line the family stone а барабанщик из группы с line the family stone это уже половина альбома любого каким бы ты музыкантом не было если у тебя работает такой барабанщик половина музыки уже готова изумительная песня win с саксофоном прозрачным воздушным дэвид санборн играет на саксофоне и это не джаз это не рок это не соул это просто отдельный звук отдельная такая музыка сама по себе проникновенная песня красоты невероятно из пета дэвидом боу и удивительно совершенно он начинает с пение закрытым горовом такой в полголоса потом виртуозно совершенно неожиданно переходит раз все раскрывается пошел вокал наверх тут же вниз тут же меняет просто регистр сверху вниз и так естественно так плавно так скользяще все это происходит профессиональные вокалисты поправят меня конечно послушав скажу что нет ничего такого сложного там нет но для не знаю для парня который поет музыку в стиле рок условно говоря таких артистов я честно говоря но не назову рядом с дэвидом в этой вокальной акробатике я пожалуй никого не знаю никого не знаю хотя я конечно не всех слушал прямо скажем вот вин прекрасный fascination уход фанк прекрасная гитара ритм ритм гитары здесь вообще карлоса аламара фантастическая просто вот это учебник игры на гитаре один из учебников берете гитару включаете young americans пластинку и снимаете все песни снимаете партии аламара тут клейма негде ставить райт ползущая вкрадывающаяся такая фанково фанково соул песня с одной стороны интимная с другой стороны и с прорывами с повышением динамики такой ближе к середине и не отпускает она просто просто никуда не отпускают somebody up there likes me на второй стороне первое немножко сложно мне мне кажется до сих пор мне нравится эта песня мне вообще здесь нравятся все песни но вот это сам боли она немножко сложная она какая-то очень повествовательная вроде с музыкой все в порядке а вокальная линия очень повествовательная многословная и я ее не то чтобы не улавливаю я ее улавливаю но она у меня не откладывается в голове она такая ну за исключением рефрена может быть только ну зато следующий номер across the universe которая не планировалась для альбома была записана после встречи с джоном ленноном когда в принципе весь материал для альбома был уже готов но роковая встреча с джоном ленноном ребятам ребятам парни нашли друг друга и в рекорд-план записали across the universe был позвонил висконте и сказал что мы эту песню вставляем в альбом заменяем там две песни было исключено из альбома и вставлены across the universe и фэйм написанная вместе с ленноном и записанная вместе с ленноном и дэвид воуви не не думал никогда как он говорил что эта песня станет хитом и получит какой-то такой какой-то коммерческий потенциал в ней будет фэйм а оказалось все наоборот оказалось что она стала хитом и сделала дэвида боуви в америке суперзвездой песня фэйм и young americans вот два номера которые вознесли дэвида в америке просто на вершину популярности до этого у него в англии было все в порядке в европе в америке тоже но не очень а после выхода этого альбома их двух вот этих песен фэйм с джоном ленноном и young americans это был топ ну а across the universe лучшая наверное версия песни битлз джон леннон играет на гитаре играет бэнд дэвид боуви поет сначала какой-то такой психоделический настрой который переходит в бешеный соул в конце с повторением с повторением 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 нескольких фраз и такой драйв такой просто не полет даже а наезд across the universe nothing's going to change my world вот эта штука повторяется и повторяется очень убедительно очень рекомендую этот альбом всем тем кто никогда не слышал давида боу и это номер один пошел пить пока